Серджио Болиторе. Италия. Полная история страны. Глава первая. Древний мир. Этрурия и этруски. Если кто-то думает, что Этрурия – это древняя страна, которую населяли древние этруски, то он очень заблуждается. Под Этрурией обычно подразумевают часть современной территории Италии, граничившую на севере с Лигурией и землей Венетов, на востоке Сумбрии по реке Тибр, на юге с Лацием. Западную же ее границу составляла названная по имени жителей страны Тиренов, Тиренское или Тузское море. В древнейший период истории Апеннинского полуострова, когда этруски господствовали на суше и на море, в пределы Этрурии входили также земли на севере до Альп и на юге до Компании включительно. Кстати, Апеннинский полуостров Пенесола Апенниника имеет характерную форму сапога с каблуком и является едва ли не самым узнаваемым на географической карте объектом. Полуостров получил такое название по горному хребту в Италии – Апеннины. В основе этого названия лежит кельтское слово «пен» – вершина, с латинской приставкой «ап», которая в русском языке означает «при». Название «аппенинус» для горной системы, протянувшейся вдоль полуострова, впервые применил древнеримский историк Полибий. Но государство Этрурия, как ни странно, в те времена не существовало. Древние авторы – Дионисий и Галикарнаский, Титливий и другие – говорят об этрусках как об индивидуальностях, но также упоминают и некую этрусскую нацию, объединяющую 12 народов, 12 независимых городов. Но почему же трудно определить границы? Ведь найдены же межевые столбы, их обозначавшие. Более того, в Этрурии эти столбы были священными, и нимфа Вигоя – она научила этрусков искусству прорицания – грозила страшнейшими болезнями и самыми ужасными ранами всем тем, кто обойдет их, чтобы расширить свои земли за счет чужих земель. Это свидетельствует о том, до какой степени эта тема была серьезна. Не так просто нарисовать границы Этрурии, но еще труднее показать границы городов – это можно сделать лишь с определенными допущениями. Но города не упускали случая установить их, и некоторые из многочисленных пограничных столбов дошли до наших дней. У этрусков термин «граница» обозначался словом «тулар», при этом этим же словом обозначались и границы частных земельных владений. Жан-Жене Жанно, французский историк. Кстати, были у этрусков еще и крупные деревни, вроде Мурла, или городки типа Северного Физоля, Копены или Фалерии. Некоторые ученые не называют Популонию, а вместо нее ставят в список этруского двенадцатиградья Перуджу, Перузию. При этом в своих изысканиях занимающиеся этим историки очень часто имеют возможность основываться не на документальных источниках, а лишь на песнях поэтов. Что же касается независимости этрусских городов, то политической организацией этрусков были союзы автономных, самостоятельных городов. В третьем веке до нашей эры таких городов в этрурии было двенадцать. Они назывались так Церы, Торквинии, Вульчи, Русселы, Витулония, Популония, Веи, Вальсинии, Клузии или Кьюзии, Картона, Орецо или Ореций и Вольтерра. У этрусков, как и у древних греков, города назывались полисами, и они входили друг с другом в союзы. С другой стороны, из римских источников мы знаем, что в V и IV веках до нашей эры отдельные города отказывались помогать друг другу и часто воевали за свой страх и риск. Часто одни города переходили под власть более сильного города. Некоторые могли также вступать друг с другом в конфликт по поводу небольших процветающих центров, которые принадлежали то одному, то другому городу. Так, например, происходило при определении границы между городами Церы и Торквинии, которая менялась неоднократно. Петруски внесли большой вклад в градостроительство на территории современной Италии. Они имели обычай обносить свои города, которые обыкновенно строились на крутых возвышенностях мощными стенами из туфовых глыб и каменных блоков. Иногда городские стены могли по высоте превышать 5 метров, а их длина могла составлять несколько километров. По оценкам некоторых историков, общее население Этрурии в III веке до н.э. могло составлять приблизительно 275 тысяч человек, а число жителей наиболее крупных городов, Веи, Церы или Торквинии, не должно было превышать 30 тысяч человек. Эти цифры, достаточно скромные по сравнению с общей площадью Этрурии, показывают, что могущество этрусков в меньшей степени было связано с их численностью и в большей с их уровнем цивилизации. Распространение этруского влияния обусловлено не столько численным превосходством этрусков, сколько правильно выбранной стратегией. Обычно они использовали небольшие отряды воинов, превосходившие местные племена организованностью, умениями и культурой. Это позволяло им обосновываться в качестве правящей аристократии в захватываемых местностях, навязывая свой язык и обычаи туземному населению. Валерио Линтнер, итальянский историк Итак, у этрусков не было единого государства. В период своей независимости Этрурия, согласно античной традиции, являлась конфедерацией 12 самостоятельных городов-государств. Развитие этих 12 городов шло не одновременно, и некоторые из них имели совершенно различные, а порой и противоположные судьбы. Более того, даже раз и навсегда устоявшегося списка этруского 12-градия нет. В случае выбытия одного из членов федерации, например, вследствие военного разгрома, в состав объединения принималось другое государство. Так, после падения города Вейи, разрушенного Римом в 396 году до н.э., на их место в федерацию была принята популония, оставшаяся до этого, несмотря на свое экономическое значение, крупного портового города и важного центра металлургии в составе государства Вольтерры. Каждую весну в главном общеэтрусском святилище бога Вальтумны в городе Вальсинии собирались главы 12 этрусских городов-государств. К этим собраниям были приурочены общенародные игры и ярмарки. Собравшиеся обсуждали вопросы общей политики, совершали жертвоприношения и выбирали главу союза, символ их культурных и религиозных связей, который, по всей видимости, не имел реальной власти. А вот каждый из городов управлялся так называемым «лукумоном», избиравшимся местной аристократией, однако неизвестно, кому принадлежала власть в конфедерации. И принадлежала ли она кому-то вообще? У этрусков того времени, несомненно, существовала царская власть и совет старейшин. Но имеющиеся в наличии первоисточники отражают эту сторону жизни этрусков крайне слабо. Термин, обозначавший на этруском языке «царь», вообще неизвестен. Термин же «лукумон», использовавшийся римскими авторами, означал, скорее всего, всех лиц высокого общественного положения. Более того, в ходе развития общественного строя в Этрурии он явно изменял свое значение. В древнейшие времена он мог означать, например, старейшину рода. Скорее всего, избранный в святилище бога вольтумный царь этрусков исполнял в основном верховные жреческие обязанности. Мог он быть и верховным судьей. Не исключено также, что он мог выполнять обязанности и главы союзного ополчения, если таковое собиралось. Например, считается, что знаменитый полководец Ларс Парсенна, пытавшийся восстановить власть в Риме, изгнанного оттуда этруского царя Тарквиния Гордова, выступал не просто как царь города-государства Клузия, а в качестве главы объединенной армии конфедерации этрусских городов. Однако решение о сборе такого ополчения мог принять лишь совет представителей всех городов, собиравшийся в Вальсиниях. Да и сами решения таких совещаний носили характер рекомендаций. Некоторые города-государства могли не участвовать в общих делах. Вот такая у этрусков была демократия, которая, как говорил Уинстон Черчилль, есть наихудшая форма правления, если не считать всех остальных. Короче говоря, каждый этруский город имел собственную армию, но совместно они действовали очень редко, и это было их главным слабым местом. Этим-то и воспользовались коварные римляне, но об этом чуть ниже. Среди неразрешенных вопросов, до сих пор волнующих историков, археологов и просто людей, интересующихся древними цивилизациями, одно из первых мест занимает вопрос о происхождении этрусков и их мощной цивилизации. «Этрусков всегда окружало какое-то очарование и тайна. Трудно сказать, что больше интригует. То немногое, что нам известно об их обычаях или то, что скрыто под пылью веков». Валерио Линднер, итальянский историк. А ведь этруски имели своих историков, в частности, римского императора Клавдия, знаменитого своими женами Миссалиной и Агриппиной, последняя из которых и отравила его почти 20 веков тому назад. Он посвятил этой проблеме огромное двадцатитомное сочинение, основанное на документах, написанных на этруском языке, которым он, как говорят, владел. Но, к несчастью, следов от этого сочинения не осталось, равно как и первоисточников, на базе которых оно было написано. Ключи к расшифровке этого языка утеряны, и до наших дней дошли лишь фрески на этрусских гробницах до рисунки на вазах и бронзовых зеркалах, по которым можно составить себе весьма приблизительное впечатление о жизни этого великого народа. Почему приблизительное? Да потому что изображения эти имеют отношение лишь к жизни аристократии, пиры, различные церемонии, охота и так далее. Да и то не к их повседневной жизни, а лишь к тем ее моментам, которые принято называть особыми, то есть достойными отображения. Таким образом, основная информация об этрусках черпается из трудов древнеримских и древнегреческих историков, писавших об истории Рима и в той или иной степени упоминавших в своих работах и об их предшественниках на территории современной Италии. К сожалению, упоминания эти весьма противоречивы, обрывочны и часто имеют уж слишком негативный оттенок. Для информации. Гробница Франсуа названа так по фамилии первооткрывателя, Алессандро Франсуа. Он обнаружил ее в 1857 году. Гробница выдолблена в скале и датируется приблизительно III веком до н.э. Ее стены расписаны большими и очень красивыми фресками. Конечно, в последнее время в разных странах вышло немало книг об этрусках, но, к сожалению, достоверной информации в них не так много, ибо они в большинстве своем содержат одни и те же факты, подчеркнутые у древнеримских и древнегреческих историков, либо бесконечные описания одних и тех же гробниц и статуй. В результате нам остается только удивляться той быстроте, с которой этрусская цивилизация перешла от состояния зарождения к состоянию наивысшего могущества, сопоставимого с могуществом других великих цивилизаций Средиземноморья, то есть Греции и Карфагена, а также тому, каким непродолжительным оказалось их такое красивое благополучие. Народ, который римляне именовали этрусками или тусками, а греки тиренами или терсенами, сам себя называл расно или рассенно. Считается, что он появился на территории современной Италии в XI веке до н.э. Уже по одному телосложению эти народы не походили друг на друга. Вместо стройной пропорциональности всех частей тела, которые отличались греки и италики, мы видим на этрусских изваяниях лишь маленьких приземистых людей с большими головами и толстыми руками. Теодор Мамзен, немецкий историк. По словам Теодора Мамзена, автора широко известной истории Рима, этруски представляли собой чрезвычайно резкую противоположность как латинским италикам, так и грекам. И так появились они в XI веке до н.э. Далее же последовал перерыв в несколько веков, когда об этрусках почти ничего не было слышно. И вдруг, к VIII веку до н.э. выяснилось, этруски — это народ с развитым земледелием и ремеслами, и он ведет обширную заморскую торговлю, вывозя зерно, металлы, вино, керамику и выделанные кожи. А этрусская знать, так называемые лукумоны, строит укрепленные города, ищет славы и богатства в непрерывных походах, набегах и сражениях. Более того, с точки зрения нравов, также все свидетельствовало о коренном отличии этрусков от всех своих соседей. В особенности это касалось их религии. Так не похожий на ясный рационализм римлян и гуманно светлое преклонение перед изображениями богов, характерное для греков. А также языка, до такой степени изолированного, что до сих пор не удалось не только расшифровать его, но и с достоверностью определить его место в классификации известных науке языков. Надо сказать, что современная дискуссия по вопросу о происхождении этрусков основывается на очень древних первоисточниках. Действительно, с античных времен по этому поводу выдвигались в основном три версии. Версия восточного происхождения этрусков, версия их прихода из северных альпийских стран и версия их местного происхождения. Итак, рассмотрим первую из этих версий. Еще греческий отец истории Геродот, живший в V веке до н.э., утверждал, «Этруски прибыли в Италию морем, из Малой Азии, под предводительством царя Тирсена». В этом Геродота поддерживает знаменитый греческий историк и географ Страбон, живший в I веке до н.э. Геродот утверждал, что этруски переселились на Пенинский полуостров из Малой Азии, из Лидии, и произошло это при царе Атисе, сыне Манеса. Версия Геродота содержит в себе ряд сомнительных моментов, на которые невозможно не обратить внимания. В частности, достаточно очевидным является тот факт, что в то время, когда Тиренсы обосновывались в Италии, в Лидии не могло существовать флота, способного увезти за моря половину всего населения. Есть еще одна версия, сторонником которой является греческий историк V века до н.э. Геланик Лесбоский, для которого Этрурия была обязана своим происхождением Пелазгом. Якобы эти догреческие жители Юго-Балканского полуострова и островов Эгейского моря пересекли Адриатическое море, чтобы обосноваться в Спине, в дельте реки По, а потом добраться до Тосканы, где они получили новое название Тиренсы. Большинство современных ученых придерживаются геродотовской версии. А вот согласно второй, так называемой нордической версии происхождения этрусков, сторонником которой является знаменитый древнеримский историк Тит Ливий, племя ретов, жившее в Альпах, имеет много общего с этрусками. Древняя Ретия – это область, простиравшаяся от Боденского озера до Дуная, куда входили нынешний Тироль и часть Швейцарии. На основании этого сходства этот римский геродот, живший под покровительством императора Августа, утверждал, что этруски некогда спустились с Альп. Аргументом в пользу нордической версии считается предполагаемая связь между названием племени Реты и тем, как тосканцы называли себя на этруском языке – Росена. Кроме того, в придунайской Ретийской области были обнаружены надписи, сделанные этрускими буквами на языке, не только похожим на этруский, но, по мнению некоторых исследователей, даже идентичным ему. «Распространение этруской цивилизации с юга на север выглядит более правдоподобно, чем в противоположную сторону» – Жан-Нуэль Рубер, французский историк. Сторонником нордической версии является и немецкий историк античности Бертольд Нибур, который утверждал, что терренцами греки называли два совершенно разных народа. С одной стороны, это были пелазги, прибывшие из Азии и с островов Эгейского моря, с другой стороны – непосредственно этруски. Причем этруски, звавшие себя Росена, были ретами, спустившимися с Альпийских гор. По мнению этого немецкого ученого, реты сначала заняли Приальпийские долины, потом создали свою империю в долине реки По, потом перешли через Опенины, завладели долиной реки Арно и дошли до Тибра.